Выходка со стрельбой по домам в спальном районе из окна Инфинити не останется безнаказной. Полиции уже известны номера авто и владелец. Инцидент, напомним, произошел на прошлой неделе. В ночь со вторника на среду жители новостроек на заводской проснулись от шума выстрелов. Звук был настолько громкий, что у припаркованных во дворе автомобилей сработала сигнализация. По съемке с камеры наблюдения сложно определить цвет большого внедорожника. Его госномер, зато высунутую руку с водительской стороны, с предметом, из которого вырываются огненные вспышки, видно четко. От этой выходки никто не пострадал, а полицейские сейчас ищут самого стрелка. Ему грозит штраф на сумму до 100 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов. Сотрудничество фармацевтических компаний, борьба с борщевиком и дружба со Словакией. В Совете Федерации продолжаются дни Кировской области для делегации. Второй день выдался насыщенным на события. Одним из важнейших событий вторника стало подписание соглашения между Нанолеком и Национальной иммунно-биологической компанией. На киевских мощностях федеральные предприятия планируют развернуть исследования и производство детской вакцины от гриппа. В будущем препарат будет использоваться в России и странах СНГ. Это реальное импортозамещение и подготовка, в том числе детских вакцин, которые будут существенно дешевле, доступны и надежны. И то, что это происходит во время проведения дни Кировской области в Совете Федерации, это событие действительно очень важное, знакомое. Оно узнает много людей, инвесторов. И я надеюсь, что у нас подписание подобного рода соглашения станет традиционным. Также чиновники и депутаты из Кирова напомнили федеральному правительству о необходимости борьбы с борщевиком. По мнению областного законсобрания, эта проблема должна решаться уж точно не точечно, а повсеместно. На встрече с послом Словацкой республики в России делегаты от области обсудили расширение дружеских, культурных и бизнес-связей и продолжение совместных проектов в области сельского хозяйства и переработки молока.